Каждое движение мастера четкое и выверенное. На первый взгляд все просто. Под потолок крепится железный трос, на который впоследствии установят тренажер. Но это кажущаяся простота. Роль играет все. Расстояние между стен и высота потолков, средний вес предполагаемых пациентов и их комплекция. Заложен и немалый запас прочности. Первая система рассчитана, что человек весом 150 кг работает. Но, соответственно, запас прочности будет больше, чем в 10 раз. Этот скромный парень, ловко орудующий инструментами, никто иной, как один из авторов тренажера Гросса. Артур Гросс вместе с родителями работает в детском центре физической реабилитации спорта. Начиналась история изобретения в конце прошлого века. У отца в 90-м году была встреча выпускников школьных. И у одной из школьных подруг дочка ДЦП. Отец подумал, ну, можно же как-то попробовать помочь. Это же, в принципе, ДЦП, это же не болезнь, а нарушение двигательных функций. Сейчас тренажер Гросса занял прочное место среди действенных приспособлений для реабилитации инвалидов. Теперь он будет и в центре Вера. Этот тренажер, он позволит подкатывать на беговую дорожку, заниматься на шведской стенке. Потому что не все инвалиды могут напрямую стоять на ногах. Здесь подвесная система, которая поможет вот этому продвижению данной реабилитации. Натяжка троса закончена, подвешены специальные эластичные канаты. Теперь предварительная проверка. Тренажер создан при участии специалистов Всероссийского научно-исследовательского института физкультуры и спорта. Каждое устройство собирается вручную и зависит от задач, которые ему предстоит решать. В данном момент это третьего размера. Он регулируется в достаточно большом диапазоне. То есть средний возрастной контингент получается от 7 до 18 лет. Средний вес рассчитан до 70 килограмм. Следующий испытатель – мальчик Коля. В зависимости от упражнений Артур Гросс ловко орудуя канатами и креплениями, изменяет свойства конструкции. Попрыгать – пожалуйста, полетать – нет проблем. Смысл системы изначально не то, чтобы полностью облегчить детям движение или облегчить жизнь. Нам не это смысл, а смысл в том, чтобы его научить. И чем больше он будет напрягаться, чем больше он будет делать самостоятельно, тем лучше. Приобретение тренажера стало возможным благодаря поддержке спонсоров и администрации Ленинского района. И мальчик Коля, летающий, раскинув руки, своеобразная первая ласточка. У нас есть определенная программа с нашими друзьями, коллегами. И вот сегодня этот первый этап начал работу. В первом этапе у нас реализуется проект реабилитационной комнаты для детей-инвалидов. А именно сегодня установлен комплекс тренажера Гросса. Скоро здесь будет установлен еще ряд приспособлений, призванных сделать реабилитационный процесс более качественным. А специалисты Центра Вера пройдут ряд занятий, чтобы так же ловко, как и автор, обращаться с хитроумными устройствами. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.